Спортсмены из Германии и Казахстана приехали в Челябинск на масштабный турнир подзюдо в память о Петре Сумине, первом всенародно избранном губернаторе Южного Урала. Сколько участников спорили за медалей и кто забрал главные награды, Валерий Киченко расскажет. Шесть татами, более 500 участников из шести федеральных округов и 18 регионов России, а также городов Казахстана и Германии. Масштабный турнир ежегодно проходит в Южноуральской столице в память о первом всенародно избранном губернаторе области. Все родители мечтают о счастье своих детей. А счастье это когда они заняты, соревнуются и растут. И в прямом и переносном смысле. И мы рады, что каждый год на этом турнире сотни детей получают возможность повысить свое мастерство, проявить себя и получить стимул для дальнейшего развития. Что еще нужно нам, родителям, бабушкам и дедушкам? Юные дзюдеисты из немецкого Гамбурга приезжают в Челябинск в седьмой раз. Нынче в турнире выступили 12 спортсменов, добыв два золота, серебро и бронзу. Эти, которые уже сейчас второй раз здесь или третий раз здесь, у них здесь друзья. Они готовили подарки. Они переписываются как в городские города, в Челябинске и Гамбурге. И надеются, что так и будет, и остается. Победителями состязаний стали Мохмат Гинаев и Габриэла Курланды. Мохмат, несмотря на травму, одолел шестерых соперников. А Габриэла повторила прошлогодний успех. И очень рада за немецких подруг, которые впервые выиграли здесь медали. Они первый раз здесь, и им здесь нравится. И они еще такого никогда не видели. Дзюдоисты из Челябинской области в очередной раз поддержали высокую марку региона. На счету хозяев оказалось 17 медалей. Из них 4 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. Валерий Китченко, Дмитрий Абрахин, ОТВ.